Девушки отдыхают Ох, какая увлекательная книга! Как просто и ясно изложена! Сложные слова — это слова, имеющие в своем составе не менее двух полнозначных основ, образующих структурно-семантическое единство! Удивительно! Например, пароход, самолет, или вот, самосвал. Что это? А? Ну, это каждому понятно. Самосвал сам везет груз, и сам его сваливает там, где нужно. В больших карьерах, где добывает уголь, железную руду, работают большие самосвалы. У такого великана каждая деталь огромного размера. Мощный двигатель с генератором — целая электростанция на колесах. И у каждого колеса свой электромотор. Зачем это самосвал? А как же иначе заставишь вертеться такое громадное колесо? Гигантские у самосвала детали. И каждая должна работать очень надежно. Собирают такие автомобили в Белоруссии. Белорусский автомобильный завод. БелАЗ. Делают на заводе разные БелАЗы. От малютки, который может взять в кузов только 27 тонн. До самого-самого большого, 180-тонного самосвала. Вот он какой. Вот еще любопытное, сложно сочиненное слово. Попробуйте соединить дерево со словом «измеряю». По-гречески, пожалуйста. Правильно! Дендрометрия! Сколько лет этому дереву? Наверное, много. Ну, а точнее. Легче всего узнать его возраст по годовым кольцам. Но для этого дерева надо спилить. С елочкой просто. Сколько этажей веток, столько ей и лет. Можно отличить старую березу от молодой по коре. Но точно определить по коре, сколько дереву лет, нельзя. И вот что придумали ученые. Сначала измеряется толщина дерева. Это делается для того, чтобы точно пробуравить дерево до середины ствола. Бурав выбирается очень тонкой. Так что до конца лета место укола успевает зарасти. Ну, а потом, рассмотрев под микроскопом тоненький стерженек, или как поправит нас мудрая сова, тоненький керн, можно будет считать годовые слои и узнать, как долго живет это дерево. Как долго живет этот лес. О, какое элегантное слово! И как красиво звучит! Лино-гравюра! 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 Рисунок на полу? Конечно же, нет! Рисунок с помощью линолеума. Так будет правильнее. Сначала художник просто рисует на листе линолеума. Затем вырезает по этим линиям первую заготовку. На мягком линолеуме и резать нетрудно, и краска на него ровно ложится. Значит, отпечаток на бумаге получится хороший. Такой способ создания гравюр появился в начале века. Важно рассчитать, что и каким цветом напечатать на бумаге раньше. Снова художник берется за резец, чтобы подготовить тот же лист линолеума для второй краски. И так можно делать несколько раз. На листе линолеума не осталось, как говорят, живого места. Зато все цвета, все узоры отпечатались в готовую линогравюру. И, наконец, еще одно сложное слово из этой удивительной книги. Сеноставки. Кто это кричит? Птичка? Похоже. Но... Вот, оказывается, кто кричит. Вот кто собирает в стажки высушенные на солнце веточки и траву. Вот она, сеноставка. Этот зверек живет на земле, может быть, со времен динозавров. Из-за того, что пищит он совсем по-птичьи, его еще называют пищухой. Пищуха сеноставка очень любопытна и очень пуглива. Но пока все вокруг спокойно, она любит посидеть вот так на солнышке, подумать о чем-нибудь своем. Пищуха мама выводит пять-шесть детенышей, которые уже через десять дней после рождения, как только у них откроются глаза, начинают совсем по-взрослому есть траву. И даже помогают маме заготавливать сено на зиму. Так кто же она, пищуха сеноставка? Мышь? Ну где же тогда ее длинный хвост? И почему мордочка у нее так похожа на заячью? Хотя уж покороче. Да потому что пищуха и заяц близкие родственники. У нас водятся разные виды пищух сеноставок. Степные, даурские, горные, альпийские. И называют их по-разному. Пескун, сенокоска, каменная кошка. Но все это симпатичные, трудолюбивые зверьки одного отряда. Зайцеобразных. Зайцеобразных. Конечно, мои дети, Еще не все на свете. И это очень грустно. Приходится признать. Но было бы, но было бы желание, Придут к тебе, придут к тебе и знания. За это вам ручается. Журнал «Хочу все знать». Продолжение следует...